Студенческий учебный год это два семестра, две экзаменационные сессии. А с 1963-го белорусские студенты ввели для себя третий семестр целинной строительной трудовой. С тех пор ежегодно молодежь всей страны объединяется в студотряды, чтобы строить дома, убирать урожай и наводить порядок на родной земле. В Брестской крепости сегодня собрались будущие инженеры, педагоги, юристы, экономисты, физики и химики, бойцы студенческих отрядов из разных уголков Беларуси, чтобы торжественно дать старт третьему трудовому семестру. Наш отряд назван именем Героя Советского Союза Виктором Ивановичем Еронько, потому что этот человек в 24 года во время войны уже был Героем Советского Союза, был удостоен орденом Ленина и Золотой Звездой. После войны он дошел до Берлина, после войны он вернулся в разрушенный Полоцк, активно принимал участие в его восстановлении. Строитряды – это хорошее лето, это заработок в первую очередь, это воспоминания, нереальные эмоции. Мы тоже когда-то были студентами, активно участвовали в этом направлении. Сегодня дух студенчества, он не потерял своей актуальности, потому что ребята выезжают на основные стройки, показывают свое трудовое мастерство. Ну и вы знаете, такая форма, она очень серьезно сближает. В ходе мероприятия почетные гости и ветераны студотрядовского движения вручили командирам и комиссарам областных штабов студенческих отрядов символические трудовые путевки для работы на социально значимых объектах страны. Основной рабочей площадкой, как в прошлом году, будет Всебелорусская стройка Старовецкой атомной электростанции. В этом году в центре внимания остается международный фактор. Запланирована работа молодых белорусов в строительных, педагогических и сервизных отрядах в России и сельскохозяйственных в Молдове. Прорабатывается возможность трудоустройства в Грузии и Казахстане. Для нас это год студенческих отрядов, в рамках которого мы планируем сделать упор на идеологическую составляющую студенческих отрядов, чтобы ребята понимали, что такое студенческий отряд, что это не только возможность заработать деньги, а также возможность приобрести друзей. Если говорить о прошлом трудовом семестре, то отработало более 25 тысяч человек. В этом году мы рассчитываем, что их будет больше, порядка 30 тысяч человек. Но тут, как говорится, уже все зависит от ребят. Главное, чтобы у них было желание, а объектами мы постараемся всех обеспечить. В этом году трудовой семестр посвящен знаковой для Беларуси дате 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого активисты в праздничный день отдыхать и не стали. Занялись благоустройством территории Брестской крепости и заложили новую аллею из 75 хвойных деревьев на территории, прилегающей к западному обходу. Ребята с воодушевлением это воспринимают и, конечно же, хотят потрудиться на благо нашего родного города Бреста и на благо Брестской крепости. Замечательно то, что к нам приехали гости со всей республики. Мы встречаем все области, мы всегда гостеприимны и рады этому. И, скажем так, отрадно то, что впервые открытие третьего трудового семестра происходит в областном центре в городе Бресте, потому что раньше его открывали всегда в городе Минске, в нашей столице. Виктория Нечаева, Павел Малошон и Кантон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.